Эта схема защиты по току и по напряжению с кучей возможностей самый настоящий электронный интернационал. Да, при социализме была плановая экономика и кто-то отдельно выпускал вот такие пластмассовые шильдики, кто-то делал светодиоды, кто-то резисторы. Все это потом объединялось на одном каком-нибудь предприятии и образовывало хорошую, весомую и нужную вещь, такую примерно как я держу в руках. Да, это трехфазный автомат, который защищает от перегрузок три здоровенных провода, которые обычно проходят вот в эти вот гнезда датчиков тока и напряжения. И здесь мы можем видеть прямо на шильдике, что от чего и как защищает. Реле настраиваемое и при этом интеллектуальное. Но меня интересует сегодня не то, что оно может и как оно устроено, на самом деле там все просто, а то, как его изготовили с помощью технологии абсолютно разных стран. Данная сборка произведена в Белоруссии. И вы можете видеть сорт этого реле, ну точнее его ГОСТ, белорусский ГОСТ. Но тут так и написано, сделано в Белоруссии. Родина моя, Белоруссия. Хорошие песни, хорошие люди, приятная обстановка. Итак, почему же это международное реле? А как вы думаете, кто производит вот такие вот светодиоды? А вы знаете, что кроме Малайзии, очень большие производства светодиодов для американского континента находятся в Канаде. Не буду утверждать, что именно эти светодиодики были изготовлены в стране кленового листа, который сейчас, по-моему, заменяют на лист конопляный. А что, тоже 5 лепестков. Но не будем придираться. Не буду же я просто огульно утверждать о том, что светодиоды эти изготовлены в Канаде. На них ведь это не написано. Но мы прекрасно знаем, что большинство комплектующих производится абсолютно в разных странах. И вот, к примеру, огромное количество танталовых вот таких вот конденсаторов. Да, это танталовые конденсаторы достаточно большой емкости. Производятся в Корее. И, возможно, именно эти тоже производились в Корее. И, скорее всего, потому что там это производство дешевле. Не знаю почему. В Корее нет больших запасов тантала. Но очень много запчастей, которые поступают в Китай и в Малайзию, именно вот такого вида, идут из Кореи. Но давайте мы посмотрим на все внимательно и будем читать надписи. А, к примеру, где у белорусского реле производятся вот такие вот катушечки. Это большие катушки медного провода. Ну, то есть, что значит большие? Они тяжелые, там много меди, там много витков этого медного провода. Но на них зато очень легко прочитать, откуда они взялись. Я не знаю, почему в Америке, там, или в Японии не могут наматывать много метков медного провода. Но данные катушки прилетели в сборку из Индии. Тут так и написано. И, как я уже сказал, многие элементы мы можем опознать просто по маркировке. Вот, к примеру, вот эти белоснежные чудесные реле. Хотя эта вся схема питается от напряжения 220 вольт, эти релюхи почему-то 12-ти вольтовые. Но так решил производитель. Ему так лучше. Но нам сейчас особо и не важно, для чего здесь установили 12-ти вольтовые именно реле. Нам важно посмотреть на значок. А по нему легко определить страну происхождения этого чудесного и белоснежного элемента. Все остальное в основном это Китай и Малайзия. Но опять-таки, говорить Малайзия и утверждать, что это всего лишь одна страна, глупо. Где-то во Вьетнаме производятся вот такие оксидные конденсаторы. Именно такие. Но я почему-то в этом не уверен. А вот такие дросселя в большом изобилии поступали из Польши. Они никогда не были обтянуты пленкой. И феррит их отличается вот такой вот вышлифовкой, как бы я сказал. Они не такие грубые, как китайские. Если их потрогать на ощупь, они гладенькие. Но на них надписи нет. Зато есть надпись на других элементах. К примеру, переменных резисторах. Давайте взглянем, что же там пишут. Вот так вроде бы я выбрал хороший угол наклона. И мы можем увидеть, что это Испания. Да, переменные резисторы. Весьма неплохие. Выглядят как колесики от детской машинки. Произведены, вот там хорошо видно, по-моему, все четыре колеса. Да, все четыре колеса. Произведены в Испании. Где производился данный шлейф, судить не буду. Но те, кто занимается компьютерами вплотную, знают, откуда в основном поставляются именно вот такие не особо маркированные проволочки в наборе, как я их хочу назвать. Что касается дискретной рассыпухи SMD-шного назначения, то тут трудно предположить, кто откуда произошел, потому что здесь никто страну производителя не подпишет. Зато мы прекрасно знаем, где производятся чипы от Мега и по чьей технологии их в основном клепают. Да-да, не удивляйтесь, в этом реле защиты стоит вот такой вот мудрый чип, то есть практически самый настоящий компьютер, который управляет, благодаря тому, что чувствует здесь всплески напряжения и тока, всей этой системой. А какой системой? Вот этот компьютер дает распоряжение, чтобы включались и выключались вот эти обыкновенные реле. И хотя все можно было сделать гораздо проще, главное это ведь интернационал. А вообще интернационал и социализм это дружба и взаимопомощь. И я надеюсь, что все вы будете друг другу помогать, а может быть даже дружить. И тогда наступит мир во всем мире, как завещал великий проповедник коммунизма.